n равно 7 должно быть 7 картин, n равно 8 должно быть 9 картин. Согласны? Согласны. Работаем. Только, пожалуйста, выписывать надо их не просто так, в надежде, что получится, а по науке при помощи нашей регулярной формы. Только так вы можете понять идею, то есть понять, почему же это все здорово и понятно. А что мы сейчас будем делать? Когда мы берем крайнюю точку, то, смотрите, когда мы ее взяли, то здесь ничего нет. И сколько осталось точек? 5. Где картинки для пяти? Сколько их штук? Их 4. Значит, что мы должны сейчас делать? И он те картинки сюда скопирует. Только копировать надо, что давайте все-таки надо. Давай. Не-не-не-не. Верхнюю, действительно, вверху не натянетесь. Итак, следующее. Следующая вот такая. А вот дальше вы уже можете. Пожалуйста, не лините. Если что-то на доске написано, в тетради это должно быть тоже. Не потому, что в сервисе не изобрели, ребята, в сервисе не изобрели, но вы должны прочувствовать, как это работает. Что это действительно независимая система. Вообще, ребята, идея рекуррентного соотношения очень важна в математике. Когда вы сводите задачу к предыдущему, есть условия индукция, да? Индукция это просто наоборот, когда вы от маленьких числов переходите к большему, большему и большему. Но в некотором смысле рекуррентность индукция это почти что одно и то же. Потому что вы рассуждаете про какие-то большие числа при помощи меньших. Так, справились, да? Отлично. Теперь следующие три случая это какие? Это когда R равно точку. Когда взяли не крайнюю точку, а соседнюю, вторую точку. Значит, вы должны отметить три раза. И теперь, теперь что? А теперь у нас такой, такой вариант тоже есть. И это F от 4. Да. И те, и картинки надо сюда перерисовать. Давайте. Порядок не так важен. Спасибо большое. Все сделал.